ДИСКЛЕЙМЕР Сейчас острая фаза, ну, вроде миновала. Дефициты нет, цены стабилизировались. Но вопрос с ГСМ носит системный характер и в долгосрочной перспективе, а об этом мы поговорим как раз с нашим гостем. У нас в гостях известный казахстанский экономист, эксперт Рустем Женситов. Рустем Шикаримович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, наверное, такой первый вопрос, как от владельца джипа, владельцу джипа, ну, заправлять на 7-10 тысяч тенге бак уже накладно стало, ощущается. Сейчас это выходит уже гораздо больше. И, честно говоря, каждый раз десятку выкидывать, это уже перебор. Начинаешь думать о чем-то более мелком. Я вот недавно пост писал и сказал, что в моменты, когда я заезжаю на заправку, я вот в эти небольшие моменты, я радуюсь, что у меня не ленд-крузер, хотя, конечно, я его хочу. И, судя по таким ценам, ну, я его не буду покупать, как разумный водитель, так скажем. Ну, давайте тогда уж, если от смешного, то к серьезному. Вопрос ежегодный, да, то есть мы нефть добываем, мы бензин производим, но, опять-таки, есть дефицит, который никто не понимает, с чего берется. Есть рост цен, который тоже не очень все понимают, потому что, ну, как на фоне там снижения цен на нефть, цена на бензин у нас может расти. Вопросы одни и те же, ответы всегда бывают разные, но кризис, так скажем, да, он из года в год повторяется. Ну, плюс-минус в какой-то острой стадии, острой фазе. Вот этот кризис, с которым мы столкнулись, да, он, наверное, был еще более интересным, потому что сейчас огромное количество социальных мессенджеров, да, огромное количество там новостей, которые там ежеминутно обновляются, там, сотни комментариев к новостям, да, да, я вот сидел, читал ежедневно, что происходит, как люди реагируют. Ну, чем этот кризис, который мы видели, да, отличался от других? Ну, и второй вопрос, наверное, вторая его часть. Это же все-таки системный кризис, он же будет из года в год повторяться. Я отвечу, почему именно этот нефтебензиновый кризис ощущался острее. Буквально не более как год назад у нас произошла резкая девальвация, насколько вы помните, и которая привела к, ну, скажем, поставила большую часть населения в очень сложные условия. В результате бензин, который является для многих, так сказать, жизненно необходимым ресурсом, стал тоже, как мы сейчас с вами шутили, накладным ресурсом. И поэтому люди это больше ощущают. До этого мы как-то даже не придавали значения, ну, бензин, бензин, ничего страшного. А сейчас, извините, бензин стал очень дорогой. Поэтому я даже чувствую по тем же соцсетям, как вы сказали, накал гораздо больше. Люди, которым не хватает даже кому-то на продукты, которые ненормально раньше употребляли, и сейчас не хватает на бензин, они просто начинают негодовать. И поэтому, наверное, прочувствовалось это на верхах, и именно этот бензиновый кризис стал таким показательным, что ли, в части наказания виновных. Ну, виновные, невиновные, это, честно говоря, еще вопрос второй. Но, так сказать, требовалось кого-то наказать, и наказали. Вот о виновности, да, я бы хотел немного прокомментировать нашим зрителям. Все обрушились с критикой на Казмонайгаз, да, который обеспечивает рынок ГСМ, что это начал, так скажем, этот рост цены и дефицит с КМГ, КМГ в нем виновата. Ну, несколько слов в защиту, да. РД Казмонайгаз, дочерняя компания, национальная компания КМГ, она поставляет на внутренний рынок 50% добываемой нефти, ну, имеется в виду из основных активов Узенимонайгаз, Эмбомонайгаз. 50% добываемой нефти они поставляют на внутренний рынок, ну, перерабатывают и, соответственно, продают. Ни один из недропользователей в Казахстане 50% от добычи не отдает, но все шишки достаются к Азмонайгазу. Вот вы затронули вопрос вины, на самом деле хороший вопрос, и, ну, есть он, да, так скажем, этот кризис. При этом вот еще удивительная ситуация же в этом году была. Цены на бензин, их же отпустили, то есть они как тенге плавают там, ну, понятно, что под каким-то регулированием, но Минэнерго виновата в том, что вот был рост цен, они вот оправдывали, что, ну, да, вот выросло, ну, вот мы сейчас ждем, что стабилизируется. Если свободный рынок, Минэнерго вообще, ну, должно комментировать цены? Или все-таки это говорит о том, что у нас же социальная государство, да, то есть, ну, государственные органы, они, так скажем, выполняют свои функции, да, какие-то, и понимают, что это такой жизненно необходимый, так скажем, товар, да, как вы сказали, и поэтому они эти цены контролируют. Или все-таки мы через год-два уже привыкнем, что эти цены будут там сами плавать в свободном, так скажем, падении, в свободном росте, или все-таки Минэнерго продолжит их регулировать? Вот, так скажем, влияние и вина Минэнерго, она в этом вообще есть, в этом вопросе? Или это все-таки, ну, рынок, рынок же должен определять это? Я бы сказал так. Минэнерго достали все шишки, но на самом деле это не является стопроцентной истиной, и даже дело не в том, что я пытаюсь защитить Минэнерго, я к ним не имею никакого отношения, но дело в том, что они действительно мало влияют на вот те процессы, которые должны контролировать. Это уже, так сказать, недостаток вот рычагов, что ли, где-то даже недостаток полномочий, потому что законы у нас ограничивают вмешательство. Вот как вы сейчас правильно сказали, РД работает на внутренний рынок, Казмогаз поставляет всего лишь где-то 17% от бензина, все, что есть на рынке. Это совсем немного, можно сказать. Как они могут влиять 17%? Все шишки достаются ими. Да, ну их, конечно, заставляют, что раз вы госкомпания, давайте держите, все, они стараются, но я уверен, что они работают где-то себе в убыток, или же не с такими прибылями, как остальные, которые не подлежат такому контролю жесткому. Поэтому, мне кажется, главный вина Минэнерго все-таки была в нескоординированности и недостаточном четком прогнозировании процессов. Они же прекрасно должны знать, когда какой завод уходит, на какую модернизацию, на какую реконструкцию, на какой ремонт, разработать дорожные карты, все эти графики, постоянно их контролировать, вплоть до дней, до часов, знать, когда что произойдет. И из этого рассчитывать, какие объемы бензина всегда должны быть на рынке. И даже прогнозировать цены, учитывая все внутренние и внешние факторы. Вот это очень серьезная энергетическая работа. Но вот ее почему-то они не провели. Может быть, одним из главных уроков для них должно быть налаживание именно такого плана работы вот в эти следующие будущие периоды. То есть прогнозирование, так скажем, этих периодов. Да, серьезная аналитика и прогнозирование. Вот много говорили о том, что, я имею в виду в целом, в стране, что заканчивается модернизация. Это вот такой небольшой, так скажем, не знаю, как назвать. Ну вот выздоравливает человек, да, вот после простуды. Ну вот кашляет еще немного, чихает еще немного. Завтра он выздоровеет. Говорят, что тоже, да, модернизация вот у нас заканчивается. Вот в следующем году она закончится. Ну мы и не увидим больше таких кризисов. Заводы все станут работать. На трехлетний период межремонтные они встанут. Сейчас они из года в год встают. Но я думаю, что эксперты, экономисты, они понимают, что проблема-то не только в самих заводах и в их ремонтах. Проблема в обеспечении нефти. Ну вот сейчас порядка 50% нефти на наши заводы заходят с России. То есть Павлодар, он ориентирован на Россию. У нас нет инфраструктуры Запада. Тащите эту нефть туда. ПКОП в Шенкенте, он порядка там наполовину, по-моему, на 50% зависит от российской нефти. Также там по-свобски. То есть мы продолжаем зависеть от импорта нефти. И эта проблема, она же не решится с модернизацией заводов. Как вы считаете, модернизация завершилась, допустим, в следующем году. Все сказали, что мы начали производить евро 4, евро 5 бензин, дизельное топливо и так далее. А что делать с проблемой обеспечения нефти с загрузкой НПЗ? У меня большое подозрение, что ситуация будет развиваться следующим образом. Да, с окончанием модернизации бензина у нас будет достаточно. И именно с количеством бензина, возможно, проблем не возникнет. Но возникнет проблема в ценовом дисбалансе. И прежде всего с россиянами. Где вы знаете прекрасно, бензин стоит дороже. И, честно говоря, скорее всего, в ближайшей перспективе нас ожидает только постепенное повышение цен на бензин. Потому что рано или поздно до 2025 года мы должны выйти на единый уровень с российскими ценами. Как раз до 2025 года у нас по ЕС есть обязательство синхронизировать и гармонизировать свои цены. Поэтому, если в России цены вдруг не снизятся, то пока ничего хорошего по ценам я сказать не могу. Ну, по России, да, я согласен. И могу небольшую ремарку даже сделать. У них проблема стоит еще острее по внутреннему рынку. Они живут с недавнего времени, с 2012 или с 2013 года. У них внутренний рынок стал потреблять больше, чем они отправляют на экспорт. И в будущем этот дисбаланс будет увеличиваться. Внутренний рынок растет, потребление растет, добыча, так же, как, в принципе, и в Казахстане. Это все старые месторождения уже. Добыча будет снижаться, корректироваться вниз, так скажем. А экспортировать будут еще меньше. Я думаю, что у них роста цен, снижение цен, наверное, точно не будет. И мы буквально перед передачей говорили о том, что что в цене бензина вообще есть. На самом деле, нефть-то, она там небольшую долю занимает в стоимости. Правильно, правильно. Потому что у населения самый первый вопрос. Почему, мол, нефть у нас дорожает или снижается, а на бензине-то мало отличается. Я скажу цифрами, которые я увидел в открытом доступе именно по российскому ценообразованию на бензин. Таких цифр по-казахстанской я не нашел, потому что у нас более закрытая информация. Но вот у них относительно свежие начало этого года. Ну, скажем так, стоимость нефти в цене бензина составляет всего лишь 4%. Ну, что такое 4%? Всего ничего. Поэтому и какие бы колебания ни были, это никак не будет оказывать серьезно. Но потом начинаются уже другие затраты, которые уже более ощутимы. Допустим, транспортировка той же нефти, транспортировка бензина, она уже составляет 7%. Наценка нефтеперерабатывающих заводов за переработку и так далее в среднем где-то около 13%. Когда уже доходит до розницы, АЗС где-то держит около 16%. А вот оставшиеся около 60% вот в России идет доход государств в виде налогов, акцизов и прочих сборов. У меня большое подозрение, что наши государства собирают меньше с цены бензина. Вот в этом отношении у россиян хороший пример, что государству надо бензин иметь больше. Соответственно, это и скажется на нашем бюджете в лучшую сторону. Ну, вот они буквально там обсуждают, вы, наверное, видели новость на прошлой неделе или на позапрошлой неделе обсуждали введение о увеличении цен на бензин на 50 копеек или на рубль и эти, так скажем, сверхдоходы на развитие Крыма. То есть, на самом деле, в Казахстане, наверное, порядка сколько? 50% в стоимости бензина это налоги, сборы и так далее, государственные акцизы. Вот в этой связи я бы еще напомнил, хорошая идея витает уже несколько лет, но никак не двигается с места. Это о включении стоимости акциза бензина и отмене налога на транспорт. Тогда будет очень справедливая схема, кто больше потребляет бензин, а тот больше и платит. Это и будет мотивировать многих, скажем, переходить на менее прожорливые машинки и тоже развитие электромобилей и так далее. Ну, вы сами на более мелкую машину сядете? Вот честно говоря, вот электромобиль был бы доступен, вот купил бы, да какой бы он ни был, страшненький, ну пусть поменьше потребляет. Я вот всегда смотрю, люблю смотреть тест-драйвы различные, да, на российских ресурсах, в Ютубе. Никогда не видел тест-драйва зимой, то есть реально, вот стоит автомобиль не в паркинге, а вот зимой, в Астанинской зиме, да, минус 30 зимой. Насколько у него вообще процент батареи снижается? Вот если нас смотрят вот обзорщики, да, различные, вы сделаете вот тест-драйв Теслы вот зимой в Астане или там какого-то электромобиля? Как он вообще живет в Астане зимой? Сколько он тратит энергии на обогрев? Может быть это реальным, так скажем, поспорьем станет, да, и многие задумываются, может действительно электромобиль купить там, да, при том, что он на 100 километров, там сколько, там Тенге, там не знаю, 100-120 Тенге, снижается. Ну да, это понятно, батареи. Ну то есть в любом случае, даже если мы с вами захотим пересесть на электромобиль, мы в Астане, я думаю, это не очень. Да, с климатом здесь не очень. Не, ну климат-то хороший, просто цены на бензин дорогие. Рустам Шикаринович, ну вот к такому вопросу еще перейдем, да, я вот скажу, буквально, наверное, месяц назад наш ведущий от Амикена Business Channel Ербулат приглашал меня на передачу и говорил о том, что вот, ну несправедливо у нас распределение доходов от, так скажем, крупных СРП, да, проектов Тенгиза, Кашагана, Карачаганака и вот местных. Может быть, стоит как-то вот это все пересмотреть. Приходил буквально тоже недавно Олег Червинский, вот он издал книгу «Черная кровь в Казахстане». Я ему этот вопрос тоже задавал. Я говорю, вот были, так скажем, да, СРП, они уже все окупили на самом деле. Ну это все знают, да, и Карачаганака окупил, и Тенгиза окупил. Вот может быть, следует как-то пересмотреть эти условия. Он говорит, вы знаете, вот я почти что присутствовал, так скажем, на переговорах, когда вот Шеврон привлекали в Казахстан. Он говорит, сидел наш за столом переговоров глава Шеврона и Нурсона Абишчина, господин президент, Шеврон на тот момент, ну в принципе и сейчас, он в разы больше его выручка, чем бюджет Казахстана. Ну я не знаю, тогда, наверное, раз в 20, сейчас где-то, наверное, раз в 5 больше. И никакого доверия к Казахстану тогда не было. То есть страна только организовалась, законодательства нет, ничего не понятно. Но их привлекли под честное слово, сказали, что мы вам дадим стабильные условия, приходите к нам в страну. Вот вопрос такой, иностранные компании, СРП, я имею в виду, они на внутренний рынок ничего не поставляют. Оно и понятно, да, то есть и цена им не выгодна. В какой момент времени, я не знаю, там, допустим, в 20-м году, да, может быть, когда еще более остро станет этот вопрос, да, вопрос от, так скажем, критики к Минэнерго и к МГ, он, так скажем, перейдет на СРП и скажет, ну, я не знаю, люди скажут, или начнут писать об этом, что давайте, может, чуть-чуть пересмотрим условия СРП, может, они на внутренний рынок нам что-нибудь будут отгружать. Вот как вы думаете, этот вопрос может возникнуть, и будет ли у него вообще развитие, в принципе? Если в договоре по СРП не указаны конкретные сроки, то там ничего не сделаешь. Вот это самый такой вот ужасный вид договора. Мы действительно были вынуждены на них пойти, потому что, как вот правильно сказали, были проблемы в самом начале. Конечно, если бы сейчас можно было что-то отыграть, то мы, как страна, зарабатывали гораздо больше. Единственный путь здесь, ну, более-менее какие-то, может быть, возможности, но, опять-таки, они все должны достичь определенных, так сказать, значений по своей окупаемости, и где-то вот, если это зафиксировать, просчитать и доказать, что уже, извините, вы уже все, то, может быть, используйте это как отправную точку для каких-то... Как аргумент, так сказать. Да, движения по пересмотру, или там усовершенствования, как это можно назвать. Но СРП это самый сложный вид договора. Ну, то есть, маловероятно, да? Я для зрителей, для широкого круга поясню. В Казахстане, несмотря на то, что нефти много, собственной нефти, которая принадлежит Казахстану, казахстанской компании, Казминэгаз, ее достаточно мало. И проблема в том, что наши месторождения, они все уже, так скажем, браунфилды, то есть, они прошли пик добычи, добыча нефти на них будет снижаться. И вот этот бензиновый кризис, который мы видели, да, так скажем, в будущем этот вопрос будет, ну, так скажем, еще более остро стоять, потому что у казахстанских, у национальной компании будет добыча нефти снижаться, и, соответственно, пространство для маневра станет еще меньше. Вот, Рустам Шикаримович, тогда такой вопрос. Вот есть наш внутренний рынок, да, он ежегодно растет. Ну, то есть, понятно, да, потребление растет, количество автомобилей растет и так далее. В какой точке, вот как вы считаете, да, в каком году или на какой отметке наш внутренний рынок перестанет расти? То есть, ну, я не знаю, насытятся люди автомобилями, да, хотя в Казахстане это, наверное, вряд ли произойдет. Или, может быть, цены станут настолько дорогими, что вот, ну, невозможно дальше. Сейчас мы порядка, сколько, 14 миллионов тонн перерабатываем и где-то 2 миллиона тонн там потребления бензина, да. В каком году, в каком году это может произойти? Это двоякий вопрос, я бы сказал, потому что с одной стороны мы развиваемся и как бы благосостояние граждан должно расти, но вот последняя девальвация, честно говоря, очень здорово подкосила, о чем я уже говорил. Вот в плане социума я бы даже сказал, что последняя девальвация, вот эта почти стопроцентная, она была ошибкой, потому что, извините, все зарплаты и все доходы практически остались те же самые, все те же вклады, их до сих пор никто даже не индексировал. То есть люди с теми же доходами и поставлены новые ценовые, так сказать, реалии. И в результате сейчас, естественно, снизилось и тот же объем покупаемых автомобилей, потребление снижается из-за высоких цен. То есть если эта ситуация как-то исправится, то мы еще можем ожидать каких-то спресков. Но если нет, то, мне кажется, особого роста не будет. Примерно в этих пределах Да-да, в этих же пределах. Тогда вот еще такой вопрос интересный, периодически его задаю нашим гостям. В Агиту Олег Первого, главе Лукоэла, однажды на какой-то пресс-конференции спросили, почему вы так дорого продаете бензин? Тогда бензин стоил, по-моему, порядка 30 рублей. Сейчас он там в районе 38, да, в России. И он привел такой пример, он, в принципе, актуален и для Казахстана, и для России. Он говорит, ну, слушайте, вот сейчас литр чего, да, из жидкости в магазине стоит дороже, дешевле, чем бензин? Вот смотрите, сегодня бензин 92-й стоит, ну, 160 тенге, допустим, возьмем, да. Молоко, оно дороже. Не знаю, соки, они дороже. Там, какие-то алкогольные, ну, понятно, они дороже. Вода там, пол-литровая, ну, она тоже где-то там, не знаю, 120-100, наверное, стоит, да. То есть, все, что мы видим, да, это же в любом случае какая-то себестоимость, есть какая-то конкуренция и так далее. А нефть, это же сложный продукт. То есть, ну, обоснована ли, на ваш взгляд, вот та позиция, что есть себестоимость, есть мировые цены и в нефтедобывающей стране низкие цены на бензин, они не должны быть. Они должны быть такие же, как в мире, потому что, ну, это ресурс, он, так скажем, ограничен. Все зависит от степени открытости страны. Как помните, раньше мы не так были открыты, а сейчас мы вступили в ВТО, у нас работает Еразийский экономический союз, соответственно, мы уже попадаем под другие обязанности и обязательства. И так или иначе, мы идем к мировым ценам на нефть. Конечно, пытаются сдержать для того, чтобы уж совсем не вызвать здесь социальных потрясений, но дальше бензин будет только дорожать. Ну, это в целом наших водителей, автомобилистов сподвигнет, так скажем, на переход, так скажем, к более каким-то экономичным автомобилям. Если все будет продолжаться так, как я говорю, это сподвигнет прежде всего то, что будут больше пользоваться спросом микролитражные автомобили, если появятся какие-то конкурентоспособные электромобили, то они тоже будут пользоваться спросом. И для внутреннего рынка уже, возможно, бензин через несколько лет не станет таким уж прямо стратегическим ресурсом. А о чем это говорит? О том, что и прибыли их начнут снижаться, в том числе наших НПЗ и так далее. Ну, так или иначе, как мы раньше с вами говорили, эпоха большой нефти заканчивается еще лет, не знаю, 15-20. Все. Ну, еще есть немного времени. Да, еще немножко есть. Ну, в завершении такой короткий вопрос тогда. Главный урок, так скажем, этого нефтяного кризиса, бензинового кризиса, в чем он заключается для страны в целом? Нужно тем, кто имеет на это полномочия и права лучше координировать, лучше контролировать, лучше прогнозировать, лучше планировать, в общем, следить за ситуацией и не допускать такого. Если такое прогнозируется, то заранее, как говорится, докладывать уже правительству, кому угодно, чтобы уже принимались, так сказать, если они не могут это сделать меры экономического порядка, то возможно какие-то политическими. Ну, то есть лучше прогнозировать. Да, лучше заранее знать, что будет, чем в попыхах затыкать дырки. Понятно. Что ж, Рустам Шаганович, не поверите, 25 минут прошли у нас. Вроде успели все обсудить. Большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Рустам Женситов, известный кастанский экономист, эксперт нефтегазовой отрасли. Обсудили сегодня ситуацию с бензиновым кризисом, но в целом эксперты все, так скажем, кто разбирается в нефтяном рынке, в нефтяной отрасли, говорят и прогнозируют одно. Рост цен будет ежегодным, ждать снижения цен не следует. И, ну, если вы, так скажем, задумываетесь об экономичности, то, наверное, нужно пересаживаться на какие-то более экономичные автомобили. Это Байдельдинов нефть. Увидимся через неделю на Atomician Business Channel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова